Ясунари Кавабата Их волосы Одна девушка решила пойти к парикмахерше. Дело было в глухой горной деревне. Девушка вошла в дом парикмахерши, её удивлению не было конца. Деревенские барышни уже собрались там все до единой. Дело в том, что в тот вечер, когда все они решили подновить свои неказистые пучки, рота солдат остановилась в деревне на постой. В связи с учениями каждый дом стал ночным прибежищем для воинов. И получилось, что в каждой семье были гости. А о гостях в этой деревне никто и слыхом раньше не слыхивал. Вот все девушки в деревне и решили разом привести себя в порядок. Однако между девушками и солдатами ничего интересного не произошло, ведь на следующее утро рота исчезла за перевалом. Что же до смертельно уставшей парикмахерши, то она решила, что имеет право на четырехдневный отпуск. Придя после такой работенки в превосходное расположение духа, в то же самое утро, когда рота покинула деревню, она уселась в тряскую телегу и отправилась к своему дружку по той же самой горной дороге, по которой ушли солдаты. Когда она добралась до своей знакомой парикмахерши в соседней деревне, что была чуть побольше ее собственной, первое, что она услышала, было «Вот уж радость! Как ты вовремя поможешь?» И здесь тоже деревенские красавицы все до единой осадили цирюльню. До самого вечера наша парикмахерша потела над незатейливыми пучками, а потом отправилась к своему дружку на небольшой серебряный рудник неподалеку. Оглядывая работавших там мужчин, она сказала «Будь моя воля, я бы путешествовала вслед за солдатами, вот уж разбогатела бы». Ее дружок отвечал «Да ты в своем уме!» «Вот так бы и пристала к ним, к этим молокососам в желтых мундирах! Да ты рехнулась!» И от души врезал ей. Усталая женщина поглядела на него, в ее взоре была злоба и затаенная нежность. В деревенских сумерках зазвучал чистый и напоенный солдатской силой звук горна. Эта рота спускалась с перевала.